На сцене артисты Московского областного губернского театра не играют, живут, проживают те сложные и тяжелые годы войны. Поклонимся великим тем годам. Спектакль даже не столько о войне, сколько о жизни, которая, несмотря ни на что, продолжалась под взрывами снарядов и мин. Теряя товарищей, порой силы, люди не теряли главного – надежды и веры в победу, сохраняя боевой дух. По задумке главного режиссера губернского театра Сергея Безрукова и актера и режиссера Степана Куликова, важно было показать, что жизнь непобедима. А песни помогали в военное время выжить и облегчали службу. Идея эта пришла художественным руководителем нашим Сергеем Безруковым. То есть, собственно говоря, что мы можем еще сделать для наших ветеранов, мы артисты, больше ничего. То есть отдать некую дань погибшим в войне, в Великой Отечественной войне, тем, кто уже не с нами, кто до сих пор еще жив и, дай Бог им, здоровья. Именно на песнях военных лет строится спектакль. Звучат любимые композиции «Землянка», «Алеша», «Смуглянка» и многие другие. Три года спектакль с успехом показывают зрителям, модернизируя постановку, расставляя новые смысловые акценты. Неизменным остается одно – главная идея – война не забыта, жизнь бесценна, а песня – это лучший повод настроиться на победу. Профессионализм артистов ярко проявился не только в создании образов, но и в вокальном мастерстве. Если б не была войны, мой милый, если б не была войны, ты меня ждешь, и тревожная черная степь, и тревожная черная степь пролегла между нами. И, конечно, под занавес прозвучала легендарная песня «День Победы» – гимн жизни и всепобеждающей силы добра. День Победы День Победы День Победы День Победы